Вечер в кругу коллег и без заботы о новостях. Так отметили свой профессиональный праздник абхазские журналисты. На праздничном мероприятии собрались представители всех СМИ республики, телевизионных, печатных и интернет-изданий. Праздничный вечер поздравительными словами открыл председатель Союза журналистов страны. Мы Sesame Street с другими словами открыл председатель, телевизионных, оптимистов, организов, жителей и깃ов, в сообществе, телевизионных и владельцев. Вчера, если говорите, то, что отчет, то, что это такое, что это такое. И в итоге, все погибло. Потому что в этой жизни у нас есть еще к животной, потому что это Кирзия. Вчера, мы прошли сколько лет. Я могу горжиться с тем, что журналисты, и следуя, что мы говорим о добрых и сорочных, Уже третий год подряд по инициативе Союза журналистов Абхазии в ресторане «Рцаху» представители СМИ со всей республики празднуют не только День средств массовой информации, который отмечается 27 февраля, но и торжественно подводят итоги творческого конкурса, объявленного еще в начале года. По словам председателя Жюри Вячеслава Аблотия, выбрать лучшие материалы среди всех представленных оказалось непросто. Очень трудно было выбирать работу по критериям «лучший журналист» и «лучшая передача». Но я думаю, что все передачи очень хорошие. Есть 10% в ритме. Ты не успеваешь хватать прямо. Тем не менее, задача была выполнена. Первая премия Союза журналистов Абхазии в номинации «Телевидение» досталась журналистке АГТРК Нали Мупа за цикл передач независимости. Любой телевизионный продукт – это труд нескольких людей. Это самый важный эффект от материала. Зависит от того, как все, кто задействован в проекте, работают. Это не только моя премия, не только моя заслуга. Это заслуга оператора, заслуга автора. Идея самая главная – это вот, может быть, этот проект и не появился бы вообще и на Абхазском телевидении, если бы отец Давид Сарсани, который, навестник новоафонского мастеря, который пришел на АГТРК с такой идеей сделать такой цикл программ. И благодаря ему этот проект до сих пор идет. И мы вместе работаем над этим проектом. Потом операторская работа, монтаж. И вот мы у нас вот такая получилась хорошая команда людей, которая нацелена на результат, которым также, как и мне, интересно работать над этими важными социальными темами. В этой же номинации второй премии достойна ведущая передача Лиана Ибжнову за работу в телевизионном проекте «Биографический салон». Третья премия Союза журналистов за цикл передач «Стандарт» досталась корреспонденту телеканала «Абаза» Марьяне Котовой. Эта идея не оригинальная, не уникальная. Таких проектов в мире, и в частности в России, очень много. И то, что мы смогли его адаптировать под абхазскую действительность, это действительно вот это уникальное. Никому не верилось, что можно с нашей публикой заходить в гостиницы, заходить в рестораны. Показывать то, что есть на самом деле за прилавком, за барной стойкой. Но на самом деле нам удалось. Оказалось, что наши люди вполне способны адекватно воспринимать присутствие инспекторов, присутствие телевидения в тех местах, где не положено присутствие камеры. То, что наши люди могут исправлять свои ошибки, признавать свои ошибки. Я думаю, что наша передача не делает революцию в каком-то глобальном смысле, но локально мы делаем нашу жизнь удобнее, делаем нашу жизнь качественнее. Мы показываем, что можно жить по-другому, не так, как мы привыкли. Когда мне говорят, девочка – это Абхазия, люди – это мир. И он идет вперед. И он должен становиться лучше и лучше, качественнее с каждым днем. Вот за это мы и боремся. Получить награды удалось и коллегам с Гудаутского телевидения. Третья премия в этой же номинации с телеочерком. Бессмертные имена досталась в Гудбаками. Помимо категории телевидения, лучшая журналистка работы 2019 года номинировалась и в области печати. Первая премия Борис Каджая, статья «Современная басня», опубликованная в газете «Обстным». Второй премией была удостоена журналист Марина Габрия. За очерк она дошла до Берлина в газете «ЦИП». Лучшая журналистская работа 2019 года была выявлена и в номинации интернет-издания «Радиоинформагентство». Вторая премия досталась журналистке Нисви Аршба за статью подопечной фонда «Киарас» в информагентстве Аяшера. А вот первая – ведущему Саиду Барганжа за очерк о Марине Эшба, опубликованном на интернет-сайте Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Это вообще мое первое участие в качестве журналиста в конкурсе. Первое участие и такая высокая оценка, конечно, это очень приятно. Я хочу сказать, что за этим очерком о Марине Эшба, это первая женщина-скульптор Абхазии, стоит не только моя работа. Естественно, это и руководитель информационного портала Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Амина Ласба, которая как бы четко замечала и замечает какие-то вещи, которых в этом очерке не хватает. Мы его дорабатывали, это и наш редактор. И вот это вот такая общая работа. И, конечно, очень и очень приятно, что жюри так высоко оценили эту работу. Особенно приятно, потому как мне кажется, что люди, в особенности молодое поколение, должно знать о таких людях, как Марина Эшба. И приятно еще и то, что информационный портал Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса переводит абсолютно все материалы на шесть языковых. Это абхазский, абазинский, турецкий, английский, арабский. И получается, что наши соотечественники, которые проживают за пределами Абхазии, имеют уникальную возможность читать о таких людях, как Марина Эшба. В этом году поддержала конкурс Союза журналистов страны Министерства финансов Абхазии. Помимо дипломов, участники мероприятий смогли получить и денежные вознаграждения. Роль журналиста в строительстве государства очень важна, безусловно. Благодаря вам в эпоху современных технологий, технологий медиа, вы обладаете очень серьезной силой. Вы именно те, кто доводит до людей информацию. И то, насколько вы делаете это качественно, зависит не только от того, что услышит тот или иной гражданин и человек, но и во многом результаты вашей работы отражаются на самом государстве. Свою поддержку оказало и Министерство по репатриации республики уже третий год. Патриация из журналистов организовывает совместный конкурс на тему репатриации и адаптации вернувшихся в Абхазию соотечественников. Патриация из журналистов организовывает совместный конкурс на тему репатриации. Патриация из журналистов организовывает совместный конкурс на тему репатриации. Патриация из журналистов организовывает совместный конкурс на тему репатриации. за цикл передач о репатриантах. В номинации «Печать» второй премии удостоилась Гугуца Джекерба за очерк в газете «Опсным путь» «Возвращение соотечественника». Лауреатом первой премии за статью в журнале «Алашара» стала Иоанна Ракугония. Это о грустном материале. Это эссе «Ахандан Кучба». Она трагически погибла. Мне очень грустно, что мне пришлось написать про нее. Но она после себя оставила замечательных людей. Одного из них знает вся Абхазия. Это музыкант Барас Кучба. А у нее еще старший сын. Это люди, которые вернулись на родину для того, чтобы здесь созидать. Вот я, во-первых, хочу поблагодарить редактора «Алашара». Он меня заставил написать. Мне было трудно. Это немножко сложно писать о очень близком человеке. Но я так думаю, что, может, она все-таки обрадовалась бы, что я оставила про нее память. В категории радио, интернет-издание, информагентство «Работа Мананы Кокоскир» по теме репатриации была удостоена второй премии. Лауреатом первой стала Асмат Свижба за публикацию в «Спутник Абхазия». Приз я получила за работу в рамках темы репатриации про женщину, которая переехала из Турции, основала в Абхазии свой бизнес. Сурея ее зовут. Здесь она живет такой, скажем, сладкой жизнью, потому что основала свой сладкий бизнес, продает кондитерские изделия восточные. Узнали мы о ней нечаянно, от знакомых. Решили в рамках нашей тоже рубрики про репатриантов написать эту историю. Честно говоря, не рассчитывала именно на этот материал. У меня были другие материалы представлены, но все же очень приятно. Это уже и в прошлом году я от Министерства репатриации именно получила награду. Приятно, что и в этом году. Почетными грамотами Союза журналистов за многолетнюю плодотворную работу в средствах массовой информации были награждены Владимир Хашба, Тина Корсая и Нелли Киуд. Каждому из них в 2020 году исполнится 80 лет. Помимо награждений, Союз журналистов Абхазии презентовал свой официальный сайт, на котором читатели смогут получать свежую и достоверную информацию о деятельности Союза. На этом официальная часть вечера завершилась, а представители СМИ продолжили празднование своего профессионального праздника.